Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем путешествие по южнокорейскому острову Чеджу. Как вы видите, остров небольшой, но на нем очень много разных достопримечательностей. Субтропический климат, буйная растительность, мягкий песок пляжей, водопады, причудливые скалы, утесы в пене прибоя – все это Чеджудо. А еще это особый мир, где сохраняются самобытные верования, традиции, жизненный уклад. Остров Чеджудо – самое популярное место отдыха в Южной Корее. Здесь проводят медовый месяц молодожены. Сюда отдохнуть по случаю 60-летнего юбилея почтительные дети посылают своих родителей. Сюда приглашают почетных гостей. Ляпота-то какая! Вот так выразит свое восхищение увиденной красотой острова Чеджу русский человек. А вот таким возгласом проявит те же чувства кореец. На Чеджу расположены самые большие по площади плантации зеленого чая. Несколько десятков террас, выложенные вулканическим туфом. В Корее чай выращивают только на Чеджу. На острове несколько чайных плантаций – это одна из самых крупных. Чайный куст на острове – вечно зеленое растение. И самый лучший собирается в апреле месяце. Мало кто знает, что и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения. Для зеленого чая высшего сорта используются первые два листочка растения. Из поздних листьев изготавливаются сорта худшего качества. Зеленый и черный чай получают из одного и того же сырья. Отличие в технологии приготовления. Для этого листья собирают, перемалывают ручным или механическим способом. Листья раскладывают в темной комнате. Чем дольше они лежат, тем темнее чай. Здесь же на плантации имеется чайный домик. Придя куда, мы можем попробовать чай, выращенный на этой плантации. Корейцы чая пьют довольно мало, гораздо меньше европейцев. Для корейцев важен не столько напиток, сколько ритуал заваривания чая, в который вкладывается особый смысл и философия. Чем хорош чай в вашей плантации? Особенность этого чая заключается в том, что в отличие от других плантаций, здесь чай собирается вручную и изготовляется тоже вручную. А весь потолок-то исписан? Испис-тирён? Гости, которые приходят в этот чай, оставляют свои пожелания и свои впечатления. В этом чайном домике можно купить великолепный чай, предметы для чайной церемонии. А мы присмотрели на полке необычную чайную чашку. Одна дырочка на дне, с внутренней стороны другая, с наружной стороны. Юля, дали, пожалуйста, себе чай. Ай, жадина ты, Юля, жадина. Из зелёного чая пекут печенье. Делают ещё и мороженое. На вид приятно. Мороженое, как мороженое, кстати. Куда? Из чая делают конфеты, мёд, шоколад и даже лапшу. После солнечной чайной плантации можно посетить живописный водопад Чалбан. К нему ведёт длинная лестница с очень красивым видом на море и водопад. Вокруг много зелени, скалы улит и лианами. Это водопад Чонгбан. Один из значительных водопадов в Азии, которые не спадают непосредственно на берег моря. Его высота 23 метра. Падающая с большой высоты вода издаёт тысячи звуков и поднимает облака белых брызг. Здесь можно подойти к водопаду совсем близко и даже встать под приятные освежающие брызги. Как повествует легенда, эта надпись появилась здесь много веков назад, когда по приказу китайского императора воины искали эликсир вечной молодости. Они нашли его здесь, на острове Чеджу. И перед отплытием оставили на скале эту надпись, которая обозначает Сонгвипо, идём на запад. Так появилось название города в южной оконечности Чеджу. Согвинпхо – один из двух городов на острове Чеджу. Кажущийся с первого взгляда обычным корейским городом, Согвинпхо поражает необычностью мелочей. В каком ещё городе ночью встретишь дайверов в гидрокостюмах, покупающих роллы в кафе? Большой город, рекламные огни, машины. Но посмотрите, деревянные тротуары, как в России в детстве. Школьники торопятся домой после запоздалых занятий. На каждом углу вкусно пахнет жареной и печёной едой. Рано утром открываются базары со всевозможной всячиной. Налаживается городская жизнь, оживают витрины. Просыпаются посетители Хаята, одного из самых роскошных отелей на Чеджу, возвышающегося над двухкилометровым песчаным пляжем Джунгмун. Внутри отеля создан живой уголок природы с настоящим озером, живыми карпами и утками-мандаринками. В летний сезон с 15 июня по 25 августа для детей устраиваются различные праздники, конкурсы, занятия йогой. Многие такие услуги уже включены в стоимость. Для тех, кто предпочитает активный отдых, можно посетить различные места на побережье, сходить на кратер, познакомиться с культурой острова, заняться дайвингом. Белоснежный песок, идеальная чистота, горное окружение действительно впечатляют. За прекрасную экологию Джунгмун не раз назывался лучшим пляжем Кореи. Если встать рано утром, можно увидеть на пляже женщин-ныряльщиц ханьо. Ежедневно они ныряют и собирают дары моря. У каждой из них свой войс пенопласток, к которому привязано несколько сеток разного цвета. Одна для ракушек, другая для водорослей, третья для хипанга. Этими русалками гордится вся страна. Тяжело? Давай примерим. Давай. Застегнем тебе. Ну как? Судя, да, это не по размеру. Хорошо. В Корее запрещена добыча морепродуктов с аквалангом. По традиции ханьо ныряют без акваланга, только маской и ластой. А уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки, затыкают обыкновенным пластилином. Профессия ныряльщицы наследственна. Уже с 8-9 лет девочки ныряют в море и собирают морские водоросли и моллюсков. К 17 годам они становятся профессионалами, выходя на промысел в течение всего года даже зимой, даже во время беременности. Время от времени они греются на берегу у костров, а затем снова выплывают в море. Под воду ныряют глубоко до 20 метров и держатся там около минуты. Добывание некоторых продуктов моря связано с большой опасностью. Рабочий день женщин-ныряльщиц 7 часов с перерывом на обед. В неделю 5 рабочих дней. Отработав месяц, хиньо месяц отдыхают. Когда видишь, что вытворяют эти женщины, то язык не поворачивается назвать их старушками, если только уважительно бабушками. Большинство хиньо глубоко за 50. Тех, кому за 30, можно пересчитать по пальцам одной руки, молодых нет вообще. А сколько лет вам сейчас? Тетки, не отвлекаемся. 60? На 80 лет будут нырять? Обалдеть. Вот оно где здоровье. Правительство всеми силами поддерживает хиньо, доплачивает им деньги. Но кто может заставить в наше время молодых девушек посвятить свою жизнь этой почетной, но слишком тяжелой профессии? Хиньо – это непростые истории и трудные судьбы. Об одной такой судьбе мы узнали, побывав в деревне хиньо. Вот бабушка, начиная с 17 лет, ныряется, и в течение 60 лет она почти что ныряла, потомственная ныряющица. У них в семье все ныряли тоже. Но продолжить семейную традицию ныряющиц судьба не позволила. 15 лет назад ее и дочь вместе с мужем погибли в автомобильной катастрофе. Она выращивает внука уже с возраста где-то двух лет. Сейчас внук уже ходит в высшую школу, то есть ему уже лет 15-16. Это фотография внука, с которым бабушка живет, в то время, когда он пришел в детский сад, 6 лет. Они, в принципе, вместе живут вот в этой комнате, получается, как гостиная, и в то же время спальня. Но если даже в современных домах есть кровати, то старшее поколение корейцев все-таки предпочитает спать на полу, на традиционных матрацах. И вот бабушка говорит, что неудобные ощущения после того, как поспишь на кровати. У внука есть своя комната. Раньше он проводил здесь много времени за учебой, а сейчас занимается в основном в школе. Внук приходит очень поздно, потому что после школы он еще идет заниматься на вкурсах. В Корее очень большое внимание уделяется учебе и занятиям на дополнительных курсах. Ученик уходит в школу рано утром, а поздно вечером в городе возле учебных заведений можно видеть выходящих занятий учеников. Дом состоит из гостиной, комнаты внука, кухни, бытовой комнаты, туалета и большой прихожей. Еду готовят на кухне, а вот кушать садятся на пол в комнате, которую бы мы назвали прихожей. То есть прямо возле входной двери. Но это только летом. Зимой уже, например, где-то в подогреваемой комнате туда ставят стол и там кушают. Время домашней работы, зарабатывания денег, воспитания внука легло на плечи этой хрупкой, но очень сильной женщины. Она и сейчас занимается бизнесом, выращивает мандарины рядом с домом. До прошлого года она еще ныряла. Но что будет дальше? Корейцы очень переживают, что их русалки могут исчезнуть совсем. Молодых нет, а в течение какого-нибудь десятка лет уйдут на покой и старые. И тогда об удивительных хиньё острова Чеджу останутся одни легенды и предания. Чтобы сохранить это как культурное явление, на откуп хиньё отданы практически все рестораны сырых морепродуктов острова Чеджу. Люди специально приезжают сюда, чтобы попробовать то, что эти женщины достают с морского дна. Попробовать именно в сыром виде. Съездить на денек на остров Чеджу поесть только что выловленных трепангов считается среди корейцев вполне достойным занятием и прекрасным отдыхом. Корейцы без ума от пикников на свежем воздухе, вкусной еды и их 20-ти градусной водки – Соджу. Процесс приготовления блюд здесь предельно прост. Рыбу промывают, надрезают и всё. Смертельный номер. Что за рыба, не знаю. Сырая, сырая. Рыба и рыба. Кости. Не было бы костей, вообще было бы изумительно. Пацаны, мы выживем везде. Акцидии выглядят как медузы, а они вообще не жуются. Всё это едят не потому, что это вкусно или невкусно, а потому, что очень полезно для здоровья. А о здоровье корейцы заботятся. В Корее очень популярны различные средства традиционной медицины. Самое популярное – это, конечно же, жжжжиншень. Всё для здоровья. Есть другие полезные корешки. Вот один из них. Корейское название его – Тодок. Загадочный корешок. Вот этот же корень – Тодок. В неочищенном виде. Вот, например, каштаны. Обычные каштаны. Не очищенные и очищенные. Особого вкуса, честно говоря, у них нет. Но корейцы говорят, что это очень полезно для здоровья. Добавляют его в различную пищу. Продолжение путешествия по острову Чеджи смотрите в следующей программе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...